Друзья, вы так давно меня просите установить Linux на Yugusa M6 Plus и вообще спрашивают некоторые, существует ли такое, потому что нужен полноценный десктоп и вообще, как это сделать, и я вам скажу, существует Manjaro ARM, специальная сборка под Yugusa M6 Plus да и работает она неплохо, но стоит ли оно того, не стоит, хотя не мое дело, мое дело вам показать, как это установить ну что ж, на канале Технозон, поехали Смотрите, я сейчас в Linux, ну вот просто пока установил, ничего особо не настраивал, сделал русский язык мы видим, что это полностью рабочий Linux, мы можем зайти в компьютер, есть приложение, даже есть для работы с интернетом у нас Firefox потом, что у нас там еще есть, давайте я вам покажу есть набор офисных приложений в виде LibreOffice, есть у нас, давайте для мультимедиа, сейчас вам тоже покажу есть у нас и SM Player, и MPV, даже есть некоторые среды для разработки в виде консоли нет, на самом деле пока ничего нет, но вы можете установить все сами конечно же это Linux, если вы не знаете, что такое Linux, как с ним работать, я вам вот очень советую либо изучить очень детально мануалы, либо вообще к Linux не лезть потому что зачастую люди, которые привыкли к Windows системам, они лезут в Linux и все, они там потерялись там, допустим, перевести операционную систему на русский язык, вот как у меня, да, там установить дополнительные пакеты и даже сделать их по умолчанию, это вызывает у них огромный шок но слушайте, дело не в этом, работает это все по принципу того, что ставится это все на флешку на обыкновенную, не на обыкновенную флешку, на микро-SD карту сейчас я вам покажу, что при перезагрузке у нас включится обратно обыкновенная система то есть для этого достаточно достать нашу SD карту и выбрать перезагрузку системы ну а ссылочки на UGUS M6+, ну и конечно же ссылочки на сборки лежат в описании под видео так что переходим и смотрим в остальном всем сейчас подписываемся, нажимаем колокольчик потому что мы переходим уже к моменту установки системы и тут нет ничего сложного поэтому давайте, подписались, нажали колокольчик и поехали я вытащил сейчас SD карту если я сейчас выберу перезагрузить, то я перезагружусь в Android этого Smart TV Box не важно какой он у вас там вот мы видим уже загрузочку и в принципе не важно, действительно, то есть либо Android TV, либо простой Android вообще не принципиально сейчас я флешку уже достал вот флешка, подготовил карт-ридер для ее записи вам понадобится пару утилит и сама сборка, которую я вам покажу, где можно закачать пошла загрузка Android TV вот мы все увидели Android TV ладно, выключаю наш Smart TV Box пока что выключаю и включаю наш компьютер здесь мы сразу видим у меня вот есть ссылочка, где вы можете скачать сборки ARM ну, здесь есть два варианта это один работает на оболочке XFCE и второй на KDE я использовал сейчас KDE показывал вам конкретно KDE я его в принципе и загрузил вот он у меня в загруженных есть, вы просто на него нажимаете и сохраняете для того, чтобы вам дальше работать с флешкой, вам понадобится Balena Etcher ну, или Balena Etcher, я не знаю, как его правильно прочитать здесь все очень просто само по себе приложение, вы после закачки принимаете условия, устанавливаете сейчас идет легкая установка и можно уже приступать к формированию этой самой флешки для установки Manjaro вот, смотрите Flash from File, Flash from URL или клонировать Drive нет, мы выбираем Flash from File выбираем закаченную вот Manjaro ARN выбираем закаченный файлик вставляем нашу флешку вставили флешку и выбрали Select Target выбираем эту самую флешку так, закрываемся, нам не интересно нажимаем Select 1 и достаточно просто нажать Flash все, нажали Flash запустили обработчик команд, если он у вас попросит подтверждение и ждем все, он сейчас стартует буквально там 15 минут и ваша флешка будет готова вот у нас пошло уже прошивание написано Flash, ну, прошите не знаю, вообще с запись так, оно записало, начало проверять ну, мне не надо проверять, честно говоря я поэтому нажимаю Skip Flash Complete достаем флешку, само собой берем UGUS AM6 Plus отключаем от питания вставляем флешку в боковинку вставили и нам нужно подать на нее питание зажав кнопочку Recovery в таком случае она начнет просто-напросто загружаться уже в установку Linux давайте именно в установочку Linux мы начнем с вами ее и загружать для этого мы зажимаем Recovery одновременно как же ж мне неудобно я подал на нее питание жду, пока загорится экран жду, жду, жду о, загорелась о, пошли циферки-буковки для линуксоидов знакомая тема для линуксоидов для линуксоидов для тех, кто не понимает о чем идет речь то, ну, упс, не могу ничем помочь идите изучайте мануалы по линуксу кому это может подойти на самом-то деле люди, например, хотят поработать с какими-то документами люди хотят побраузить более-менее нормально при этом с мышью, с клавиатурой без каких-либо вообще моментов но вы должны быть готовы к тому что Wi-Fi у меня здесь не поднялся на Manjaro ARM поднялся только LAN-подключение как, знаете, как полноценный какой-то мини-компьютер так, процесс установки здесь все делаем четко по инструкции это раскладка клавиатуры я ставлю себе обычно RU так, вот RU раскладка обыкновенная я пока ничего другого не ставлю есть в данном случае нам нужно внести имя пользователя давайте напишем технозон технозон окей здесь он попросит ввести дополнительные группы но можете оставить пустыми если у вас таковых нет я оставляю пустыми вводим полное имя я пишу Володимир это мое имя нажимаем окей и требует пасворд вернее пароль для логина технозон я ввел еще раз ввел теперь он просит ввести пароль для RU пользователя что такое RU в Линуксе фактически это суперпользователь у которого есть доступ ко всему поэтому я сюда ввожу другой пароль повторяю его здесь мы выбираем нашу таймзону обязательно выбираем правильную таймзону в моем случае это будет Европа Запорожье потому что я живу в Запорожье надо пролистать через так Европа вот Европа Запорожье а здесь мы выбираем перевод я выберу здесь сейчас тоже RU посмотрим вот есть RU RU UTF 8 RU 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 отличаются тем что русский для России и русский для Украины я выбираю себе RU UA UTF 8 потому что я в Украине нажали и здесь нам необходим host name то есть это имя хоста в моем случае это будет ну пускай будет технозон технозон 1 все окей он просит подтвердить введенные данные нажимаю и наша установка будет продолжаться если вы что-то ввели неправильно либо что-то не доводили он будет постоянно вас перекидывать в начало вот этой вот установки вы должны будете все равно ввести все поля которые он требует если вы думаете что на такой допустим сборки linux аэры вы получите полноценную мультимедийную систему не надейтесь если вы хотите на линуксе чего-то смотреть используйте король он специально оптимизирован для им лоджиков именно короля кто там вообще все работает идеально и hdr и всякие звуки в друге и dolby atmos и пробросы в частности говорю про югуса м6 плюс если вы хотите просто получить рабочую станцию какую-то то это вот будет ваш выбор ладно ждем 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 у вас пройдет еще одна перезагрузка а у нас уже появилась авторизация пользователя и мы будем здесь именно вам пароль который вы выбрали для первого пользователя для того чтобы переключить раскладку внизу выбираем english ну если вы вводили на английском нажали логин ждем сейчас мы должны вывалиться на рабочий стол и с рабочий стол начинает устанавливаться и появится сейчас конечно же манжаро арм очень далек от идеала сейчас некоторые установки он определяет оборудование первый запуск ну такое знаете наслаждайтесь простотой как они написали а все у нас рабочий стол то работает проводное соединение сейчас мы нажмем войти у нас проводное соединение то работает все работает в эту что-то в поиск на вбивал зачем-то и это все что нам требовалось делать то есть в эту флешечку используйте как флешку на которой работает у нас сам по себе linux манджаро давайте загрузим какой-нибудь вот youtube тот же самый почему я говорю что он как мультимедиа не пойдет том что он даже youtube нормально проиграть не сможет то есть это знаете дыго очень очень слабое решение для стационарного компа но как рабочая станция он более чем пойдет то есть редактировать документы работать с какими-то файлами ну вот смотрите допустим те же самые приложения мы зайдем в офис допустим либре офис кальк то есть ну уж понимаете что на android tv box и полноценно с офисом не поработаешь именно на андроиде а в линуксе это уже приобретает очертанию такого законченного продукта при том что вы можете скачать некоторые приложения так у нас закрываем все то есть вы полноценно подключает и сюда клавиатуру через юсб подключаете мышь подключаете к монитору и поехали работать то есть у вас получается полноценный вибра кальк как я его называю ну вернее как а люди называют то есть что у нас здесь есть и с чем может работать linux это уже ну не ко мне вопросы моя цель была показать что это работает что у нас здесь еще есть давайте а слушать у нас здесь есть даже утилиты по работе с изображениями давайте с графикой вот либре офис дро есть это графический редактор для рисования допустим тех же самых обложек вы можете делать все что вам заблагорастутся это полноценно работающий компьютер на базе югуса м6 плюс в качестве резюме могу сказать что мы рекомендуем манжаро рм как бюджетную замену linux устройством именно банджаро рм на югуса м6 плюс как бюджетную замену какого-то десктопного решения десктопного компа для незатейливой работы с документами и там браузинга в интернет да и вообще в для ваших потребностей если вы знаете что делать с этим самым linux а мы в этом вам не помощники слишком уж большая лекция получится и сам видос но если нравится что то что мы делаем с вверх если нет пальца вниз обязательно подписываемся с вами был бабл на канале техно зон пока